В рамках программы Саламыта Казахстана МЧС отвечает за целевой показатель по снижению безвозвратных потерь, пострадавших при чеченых ситуациях природного и техногенного характера. Для обеспечения реагирования в рамках золотого часа при транспортных авариях в государственной программе Саламыта Казахстан предусматривается создание 40 трассовых медико-спасательных пунктов. У нас сейчас отработан порядок межведомственного взаимодействия с МВД, Минтрансом, Министерством здравоохранения при дорожно-транспортных происшествиях в зоне ответственных трассовых медико-спасательных пунктов. С 2011 года создано 12 медико-спасательных пунктов в Карагандинской, Жамбулской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областях. Бригадами 12 пунктов совершено 525 выездов на ДТП, оказанное медицинское пообщение 1142 пострадавшим, в том числе 45 детям, госпитализировано 407 человек, в том числе 33 ребенка. Мы постоянно не замыкаемся только на транспортных авариях. У нас в эти транспортные пункты уже фиксируется 560 обращений из населенных пунктов, которые находятся рядом с этими пунктами. С 2010 года Министерством совместного САО «Казахстан-Тимир-Жалы» и Министерством здравоохранения запущены 3 диагностических поезда «Ден-Саулых», «Жардем» и «Саламетты-Казахстан». Начата реализация проекта транспортно-медицинного база железнодорожного транспорта. Задача – это донести специализированную высокую медицинскую, высокотехнологичную помощь до жителей малых станций, разъездов и отдаленных поселков регионов. Хочу сказать, что с момента запуска врачами медицинских поездов обследовано 154 204 жителей удаленных станций и поселков, в том числе 54 тысячи детей на 500 малых станциях и прилегающих к ним селах. Количество врачебных посещений составило 808 638 человек. Проведено 489 тысяч диагностических процедур. Мы приблизили современное диагностическое оборудование к поселкам, где длительный период такой помощи не оказывалось. Хотел бы обратить внимание, что в рамках выделяемого государственного заказа по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи Акционерное общество железнодорожных госпиталей медицинных катастроф ежегодно проходит стационарное лечение 45 тысяч пациентов. Проводится около 12 тысяч хирургических операций, включая сложные. При этом ежегодно число поликлинических посещений составляет около 2 миллионов человек. В дневных стационарных госпиталей медицинных катастроф за 2012 год пролечено 11 504 больных. Хотел бы обратить внимание, об этом Солидази Кенна говорила, но у нас впервые в истории суверенного Казахстана развивается здравоохранение современным, где в транспортной медицине 10 вертолетов Е-145, два вертолета Ка-32 с современнейшим медицинским оборудованием. С 2011 года по настоящее время в форме санитарной авиации на основании заявок Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи Казавиаспасом было осуществлено 757 вылетов в пункты назначения. 991 пациент доставлен в лечебные учреждения, а это тяжелые больные, которые при отсутствии такой бы помощи многие могли бы уйти из жизни. 415 проконсультировано, 15 экстренных вылетов, проведено 17 оперативных лечений, 19 вылетов на место ДТП. При этом общий налет выполнения работ составил более 3000 часов. Хочу сказать, что эта система работает достаточно эффективно. У нас, конечно, есть проблемы, нужна поддержка в приобретении современного оборудования. Мы отстаем в акционерном обществе от той динамичной, динамичного перевооружения, что делается в системе Минтранса. Но на этот год у нас деньги выделены в бюджет, и на следующий мы будем принимать меры, чтобы повышать качество реагирования на чрезвычайные ситуации с медицинскими последствиями и оказание помощи нашим гражданам. Спасибо.